привет народ я думаю есть о чем поговорить по поводу глобальной карты на глобальной карте началось противостояние которое проходит с 7 по 21 февраля я в нем никакого участия не принимаю поскольку мой клан не участвует в этом куда-то идти искать клан какие-то роты из 7 по 21 февраля сидеть целыми днями это играть желание никакого нет да и честно говоря я думаю вы и так знаете что его никогда и не было на гк было интересно первые пару раз там поиграть и все когда еще было непонятно что это такое все остальные разы интереса никакого не было было желания просто получить танк чтобы вам показывать их и все даже более того мне лично эти танки в основном нафиг не нужны танки за глобальную карту они чет не сильно интересны на самом деле там дай бог пару интересных танков но и приятными их особо не назовешь зачем они нужны честно говоря не знаю я практически не встречал людей за все это время сколько раз играл глобальную карту все эти ивенты чтобы хоть кому-то нравился сам процесс все эти бои все это мероприятие в основном просто все сидят ждут когда получат танк и все просидели время потратили танк получили все зачем очередной раз в этом мертвом мероприятии принимать участие я не знаю тем более в этот раз она еще конче не чем обычно количество людей которые получат танк их уменьшилась именно те которые получат танк за призовые места за то что они наиграли зато увеличилось количество танков на аукционе зачем этот аукцион мне нужен лично я ни разу ним участие не принимал я не знаю и очередной раз меня удивляет насколько же у картошки удается сделать мероприятие абсолютно тупорылые не интересное но которым танкисты постоянно что-то говорят вот она настолько всраты что постоянно всех задевает и те кто хотят играть те кто не хотят или те кто только думают надо но им или не надо но так или иначе этот конченый чиф тейн там какой-то нужен на игрокам они готовы за это бабки давать кто-то готов сидеть две недели целыми днями в это играть хоть она и всратая но развития в этом режиме нет вообще никакого даже танков новых никаких не добавили вообще ничего интересного в этом нет этот маразм повторяется из раза в раз у большинства людей которые играли в топ кланах или до сих пор играют уже есть все танки за гк им она нафиг не надо не интересно вообще наверное в основном по этой причине наш клан и не участвует в этом потому что там получать то нечего в основном у всех все есть а в сам этот режим играть а зачем он же вообще никакой кому нужен вообще сам как режим но у картохи такое мнение что режим и не должен видимо быть классным интересным и с развитием главное какую-то награду бросить с лопаты как собакам а там танкисты сами поднимут хайп вокруг этого будут бегать вокруг хороводы водить и участие в этом принимать по две недели сидеть целыми днями с утра до ночи я честно говоря не знаю сколько еще лет танкисты будут играть в это мертвое говно у меня лично тоже никакого желания в это играть нету вот это вся кланова билиберда у меня одного танка за гк не хватает ну поиграю получу его не поиграю не получу в принципе мне не холодно не жарко это всего лишь один танк нафиг он нужен плюс я так понимаю картошка как обычно выпустила этот ивент кривой с какими-то косяками этими косяками кто-то воспользовался и пару кланов улетела с этого ивента со списаниями очков и больше они в этом ивенте не поиграют разрабы выпустили кривое дерьмо люди заметили что-то там кривое воспользовались и за это поплатились в принципе такие правила в игре есть они их нарушили но с другой стороны выпускать кривое но это суть картошки еще восемь кланов просто сняли с глобальной карты из-за того что я так понимаю они очень много боев просто пропускали отдавались так обычно на глобальных картах часто происходит зайдите на боёк слейтесь там в нули ну дойдите в следующий это происходит постоянно потому что нормально в этот кал никто не играет то есть бои на который специально не заходят то есть бои на которых специально сливаются то берут самые конченые танки потому что они не нужны глобальная карта это просто бред я не помню когда последний раз на глобальной карте происходило что-то адекватно где люди играют против людей вообще сама суть какая-то не какущая есть на рада которая некоторым людям интересно раньше она получалась очень легко все кто хотел получили эти всратые танки многие уже в это просто вообще не хотят играть потому что сам режим конченый и неинтересный и не развивается а единственное что было интересно награда она уже получена так находятся еще люди которые платят огромные кучи бабла за то чтобы получить это говно и в этих кланах которые поснимали с глобальной карты я так понимаю было очень много людей или вернее сказать аккаунтов людей которые закинули кучу бабла чтобы им танчик получили очень смешно смотреть как на некоторых стримах в открытую чуть ли не набирают людей которые будут танчик получать то раньше аккаунты передавали теперь люди сами заходят что ли играют и берут там по пару штук или сколько их там берут мне честно говоря вообще даже не интересно разбираться во всей этой чепухе все хотят получить этот танк по сути они должны быть у кого у топ игроков которые играют в топ кланах по моей логике эти танки должны быть только у них но картошкины ивенты докатились уже до того что эти танки за гк есть уже даже у самого последнего танкиста то который просто высидел там на гк получил то кому-то кто-то получил его то кто-то его просто купил ценность этих танков мне кажется она вообще уже скоро не какущая будет кому они нужны эти рандомные танкисты со средухой 1500 на чифтейне максимально повышают ценность таких танков вон сейчас многим интересно как кормовчане пошли на европе танки получать потому что здесь у них танки уже есть в принципе суть логики тут можно понять тут реально нечего делать уже единственное что было интересно награда она уже всех есть в основном это лишний раз подчеркивает скудность развития этого режима от разработчиков они вообще ничего не делают во всех этих ивентах все что я помню в изменениях это то как ты получаешь награду количество каким образом как быстро ты получаешь и все ни черта не меняется большие халтуры нигде не найдешь это лишний раз показывает насколько компании wargaming то ли не интересно то ли они не умеют развивать клановые бои турниры какие-то соревнования почему сдох киберспорт в картошке потому что они все это то ли не хотят делать то ли не умеют клановые бои столько существуют в картохе но они никак не развиваются у игроков нет заинтересованности вообще в это играть в основной массы целевой аудитории вообще какое-то отвращение от этого всего и 0 заинтересованности максимум что им интересно получить танк и не играть в это все это максимум а в этом и заключается заинтересованность соревнований о каких соревнованиях и вообще идет речь в картошке единственные соревнования это в дуртоме набить три отметки или выполнить какой-то челлендж или с кем-то потягаться циферками все поскольку картошка попросту либо не хочет либо не может сам был варчик играть красиво всем пока а